МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пытания были разлежены сегодня на выездной сети Гомельского областного совета. Депутаты ознайомились с ситуацией в Рыжевском районе и зарабили выводы, актуальные для всей области. Алексин Тюров выслухал думки и пропоновые. Тенденции по снижению опыта на прославную силу на Гомельске вызнавались на конец минулого года. Как следствие, сегодня таколькость людей, которые вернулись за садяничением службы занятости, увеличилась одразу на 10%. Рост колькости зарегистрированного беспросовья специалисты помажут некакими причинами. Во-первых, после подписания декрета о попереджении социального утроманства началась массовая легализация процедурных граждан, которые ранее официально не працевали. Во-вторых, колькость заявленных найманниками свободных вакансий скоротилась до 3,5 тысяч, что, маль, удвоя меньше колькости беспросовных. Больше уваги на предприемствах начали надавать и кадровые диагностицы разлику необходимых просовных ресурсов на перспективу. То есть должны анализировать ситуацию на предприятии, количество тех должностей, мест рабочих, которые, возможно, и не нужны, от которых надо уходить с той целью, чтобы сегодня увеличивать производительность труда, для того, чтобы увеличивать выработку продукции на одного человека. Областная и районная программа занятости, документы комплексные, тут и профессиональная ориентация, починающаяся от школ и содействие у организации самозанятости и непосредственно працевать к ванне. Правда, в том же Реческом районе, маль, у 30% выпадков зарплата по пропонуемых вакансиях не превышает 3 миллионов рублей, а еще у 40% выгодится у межих от 3 до 4 миллионов. Было один из самых проблемных артиклов программы занятости переселение у сельско-местостов беспросовных с наступным предоставлением им работы. По-перше, и сами горожане не ведьми мкнутся у везку, а по-другому и у везках часто таких беспросовных не ведьми чекают. Як лечить у сельгазпредприемствах, коли человек не знайшов занятыку в городе, то и у везцы он не будет мкнутся прикладать намаганним. Для того ж, по широку причин, неполная занятость у агропромысловом комплексе все лето у особной перееды досягала 13% от агульной колькости працующих. Правда, у широку господарок гэтую проблему вырошили самостоинно, открываючи новые в творчестве и створяючи специализованные працованные бригады. Мы понимаем, людей выбросить нельзя. Поэтому мы создали свою строительную бригаду, и вот эти люди, которые не очень квалифицированы, привлекаем в строительство. Вот даже в этом году мы построили два животноводческие помещения, и эти помещения нам обходятся достаточно дешево. Сарай на 100 голов порядка 650 миллионов. Это для колхоза очень экономически выгодно. Олег Синчеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Речицкий район. Центральное мероприемство Новобелецкого района, промеркованное до 72-х годов, с дня вызволения «Гомеля» от немецко-фашистских захопников, отбылось калябратского похования на Новобелецких могилках. Сюда пришли представники улады, працовных коллективов, школьники и ветераны. В Велиной Мавшане они ушановали память войну и усклали до похования к ветке. Сарат у дельника у митингу ветеран Великой Шины войны Иван Алексеевич Степчанков. Коли пришла война, ему было усяго 13 годов. Военную шинель ее напрану у 43-м, а знял только у 78-м годе. В военной службе он отдал 35 годов. Вся надежда на молодое поколение. Если они примут, как положено, извините, нашу эстафету, много и у нас ошибок было в жизни. Но мы делали основное. Мы любили родину. И это основное для молодежи, чтобы были настоящими, как говорят, гражданами своей любимой страны. Сегодня в Новобелецком районе проживает 98 у дельников Великой Шины войны. Пятер из них были светками бою за Гомель и сами проклали шмат на Маганю, как наблизить день вызволения родного города. Ты же, кто по стане здоровья, не смог пройти на митинг. Кировництво и совет ветеранов Новобелецкого района поменьшовали со святом особиста. Мы помним этот подвиг советского народа, советских солдат, чтим их. И сегодня пришли на возложение, чтобы еще раз отдать дань уважения большой победе, вообще победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. У першиню Гомеля прошла квест Гульня, просвещенная 72 годю вызволения Гомеля от немецко-фашистских захопников. Ее удельниками стали наушенцы 7-8 классов. Экспериментальной пляцовкой для проведения мероприемства стал весь Новобелецкий район. Так званый маршрут Патриота был прокладен и проспять школ. Кожна из них стала своей особливой станцией. Командам треба было показать визитную картку и проявить себе у разных галинах ведов. Агульным для усих конкурсных выпробований стала тема «Великая чина война и вызволение Гомеля». Так и Рынинская гимназия стала литературной станцией. Тут удельники повинны были отказать на пытании по творах военной тематики. Своих представников вылучили усе школы Новобелецкого района. Усягу улику удельников было 64 человеки. Кожную станцию команда покидала с набором очков. С наибольшую колькость балов зарабилася Рыния школа номер один, яка и стала переможцем. Республиканская коллегия Департамента Аховы Министерства внутренних справ Республики Беларусь прошла сегодня в Гомеле. На встрече шла размова об мерах, которые принимаются для удосконаливания Аховы банковских установ. Было означено, что Гомельская область володает богатым опытом по организации такой працы. У якости прикладу провели недавний выпадок у Мазыры, когда злочинцы-рецидивист выкрил банкомат с будинка городской больницы. Нагадаемо, им находилось около 400 миллионов рублей. Але дякую шею злачаной работе супрацонников Мазырских правоохонных органов, злоумысник был худко затрыманый. Удельников гэта операции подчас коллегии узнагородзили нагрудными знаками Департамент Аховы за отзнаку и грамотами. Выпадок Адзинковы, ягу называюць навод крадяжом стагодзя. Але необходно было проанализовать причины, по яких злочинства стало махчымым. Именно вот эта ситуация, в том числе имевшими место просчетами, явилась причиной для проведения в гомельском подразделении коллегии. То есть изучение организации взаимодействия с одной стороны, и с другой стороны вероятные действия преступников при попытке изъятия материальных ценностей, принадлежащих банковским учреждениям. Докладная копия отсудотворной иконы Божией Мати Скоропослушницы пробыла у Мазыр. Я ей привезли у Кафедральный собор Святого Архангела Михаила. З моменту прибытия пройшло три дни, але до отсудотворной копии протягуясь проезжать прыхожане из усяго Полесского региона. Такая колькость прыхожан ухалу на Мазырском храме не характерна для ранницы будняга дня. Усех эти люди пройехали и пройшли сюды для того, как поклониться Скоропослушницы и вядома звернуться с молитвой и просьбами. Копия иконы – доход шаканы, подарунок Мазырскому храму. Яна была написана на Святой Горы Афон, минавито там, где находится соправный вобраз. Копию для Мазырского храма писали афонские монахи. Мы знаем, сами названия говорят за себя, это взыскание погибших, все скорбящие радости, утолимые печали. Вот эта икона Скоропослушница. Само название уже говорит за себя, что скоро слышат. История этой иконы относится к XI веку и связана с тем, что один нерадивый монах был наказан Божьей Матерью слепотой и параличом. И после своего покаяния она его исцелила, конечно же, сказала, что называть мою икону будет Скоропослушницей. Гэта другая подобная икона у Беларуси. Яна шануется, як цудотворная. Дякуючи ласцы Скоропослушницы, слепые починали бажить, кульгавые ходить. Ее молитвой ратовались от палону и подчас кораблекрушения. Люди несут не только свои недуги, свои немощи перед иконой Божьей Матери, но, конечно же, люди несут благодарные молитвы. Поэтому читается Акафист. Самая главная молитва – это благодарение. И это очень важно для человека самого, потому что все скорби быстрее прекращаются, а радости бывают для человека внестерянно сложную жизнь, они продлеваются. Икона Божьей Мати Скоропослушницы яшеня, который час будет находиться у Свято-Михайловским кафедральным соборы. Затым отправится подорожничать по храмах епархии. Але с часом Скоропослушница знову вернется сюды, как занять у храме свое угодное место. Лидия Поттер, Олег Фитцнер, телеканал «Мазыр» специально для телерадио компании «Гомель». Сегодня «Гомель» обмерковались сучасные подыходы до организации вольного часа во установах культуры. Коля 20 керавников методичных структурных подразделений у Зуссёй в области представили свои идеи и подвели творчие выники. Сарод наибольшь популярных форм у протягнения аудитории – танцевальные вечеры, конкурсы, акции и флешмобы. Такие мероприемства накерованы на увагу молодцы. Для большь серьезного проведения часу методисты организовывают лекции, круглые столы и дискуссии. Особливую увагу надают патриотичному выхованию. Самые придатные для этого формы, викторины и творческие дебаты. У Гомельской центральной городской библиотеки имя Ерцина прошел вечер памяти «Мы памятаем, мы гоноримся» промеркованы до дня вызволения областного центра от немецко-фашистских захопников. Подчас мероприемства отбылась презентация сборника эсэй, який выбрал себе около 40 творов, написанных гомельчанами. Уся яны присвящены военной тематицей, и расповедают про людей, яким мы обавязаны життем, будущей незалежностью и мирным небом над головой. Вечер памяти «Мы памятаем, мы гоноримся» заключная звяну одноименной масштабной громадянско-патриотичной акции, якая ладзялась на протягу двух годов у городских библиотеках Гомеля. Ее проведение присвятили одразу двум значным юбилейным датам – 70-ти годю Великой Перамоги и вызволению Беларуси от немецко-фашистских захопников. Головная идея – узнавить падею минулой военной эпохи и отдать данину поваги людям, якие адважно змагалися с ворогом. Почас проведения акций у городских библиотеках ожитивлялось бесплатное сканирование фотоздымков, листов, документов военных годов з особистых архивов гомельчан. А так само записывались вспоминные видовожцов тих страшных падею и принимались СС-учасников, створенные по рассказах батьков бабуля Дзядуля. Собранные материалы легли у основу иллюстрованной книги «Мы памятаем, мы гоноримся» подрыхтованной Гомельской Центральной городской библиотекой имя Герцена. Мастацким редактором сборника выступил вядомый белорусский письменник Василь Ткачоу. Усё меньше людей застаётся, які змагалися с немецко-фашистскими захопниками на суровых полях великой отчины войны. И вельми приемно, что люди, на счетке тих героев, помнят про свои корони, помнят про тих людей, які проливали кров. Многие из них и сён сярод нас, але нажаль. Час приспешивая, именно в это, это, можно сказать, сегодня, тримающий вот этот домик в руках. Сборник СМ «Памяты» Мигана Рымся вабрал себе 38 творов, написанных Гомельчанами. И они разповідают об юных девчатах, які на своих далекатных плечах вытягывались по любое по раненых солдат, об самат данных в фронтовых подвигах, які часом ладзялися коштом уласного життя, про людей, які были позбавлены повновартностного дзятинства и молодості, и были вымушены пройти эти жорстки и не просто адресах життёвого шляху. Писала вообще о своей семье, о дедушке, о бабушке, о их детях, то есть моей маме, например, о их старший сын погиб в первый час войны, совершив таран над западной Украиной, под Станиславом, теперешний Ивано-Франковский. Когда немцы налетели на Минск, на Белоруссию, то в их дом, где они жили, попала бомба. И всё сгорело. И остался только один альбом, такой вот громадный, я давала как раз из него фотографии. Почас вечера военных успаминах гучали вытрымки зэсэ, які вошли у сборник «Мы памятаем, мы гонарымся». А так само отбылось открытие выставива фотосдымка у старый альбом сяминных архива у Гомельчан. Проведена у библиотецы Мягерцена мероприемства, як и у целом, масштабная акция данина памяти, поваги и падяки людям, які мы обавязаны самым дорогим и каштовным життём, будучи ней, незалежностью и мирным небом над головой. Вероника Ворошилина, Катярина Сапельникова, Игорь Марышченко и радиокомпания «Гомель». На этом выпуске завершено. Студия працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин